Прямиком из Стамбула. Такой неблизкий путь проделал всемирно известный историк моды и театральный декоратор Александр Васильев. Поводом для его визита в регион стала защита коллекций начинающих дизайнеров в Политехническом университете. На суд экспертной комиссии во главе с мэтром они представили 23 коллекции. Гость поблагодарил вуз за приглашение и сказал молодым кутюрье напутственные слова. Многие из вас выбрали моду своей стезей. Я надеюсь, что вы чего-то добьетесь на этой стезе. Это пахота, которая требует очень большого силы и очень много удобрений, воды, постоянных посадок. И побеждает только тот, кто своим талатом и упорством, обнаженным на удачу, сможет не сойти с той самой дороги, которую вы выбрали сегодня. Перед выпуском коллекции каждый модельер не только рисует эскизы, но и создает виртуальную копию своей одежды. Разнообразие материалов и стилей поражает самых взыскательных гостей. В этом году основной тенденцией стало сочетание простых геометрических форм. Коллекция заморозки удивляет причудливыми узорами и измысловатым кроем. Струящиеся платья и юбки в пол, воздушные материалы и романтические мотивы представлены Юлией Панковой в ее аналитической реконструкции дизайнера Дель Поза. Моя коллекция не совсем для богатых людей, потому что много органзы, и это смотрится не достаточно богато. Но в то же время, если совмещать разные элементы в гардеробе моих моделей, то может получиться очень хороший коммерческий проект. Все коллекции Александр Васильев оценил высоко, отметил достойный уровень технического исполнения и композиции, а также похвалил выпускников за новаторские дизайнерские решения. Были и замечания. Историк моды подметил, что в стремлении достичь идеальных и возвышенных форм дизайнеры порой забывают о бытовой стороне одежды. Она должна быть не только красивой, но и практичной. Некоторые коллекции представят регион в июле на фестивале «Льняная палитра». Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.